Здравствуйте, меня зовут Петренко Анатолий Владимирович. Сегодня я снимаю приложение к видео о том, как можно запустить микроконтроллер АВР, не зная языков программирования. И в прошлом видео мы написали во флаконе такую простенькую программку. Вот так она у нас работает. Сейчас запустим моделирование. И вот видим, нажимаем кнопку, удерживаем, светодиод горит. Отпускаем, светодиод газом. Как писали эту программку можно посмотреть в прошлом моём видео, к которому я снимаю это приложение. В общих чертах программка выглядит достаточно просто. Использую внутрисхемный программатор. Вот спаял такую схемку. И видим, вот здесь у меня минус. Когда я подтягивающий резистор подкорачиваю на минус, у нас светодиод загорается. Ещё расскажу немножко о подключении. Вот здесь в программе вы видели, что я подключал к 14-й ножке светодиод. Здесь у нас плюс светодиода. Минус светодиода у нас через резистор 1,5 кОм подключается к минусу источника питания. Поскольку мы используем внутрисхемный программатор, то минус приходит у нас от программатора. Питание у нас приходит от программатора. Это вот эта вот ножка у нас микроконтроллера 8-я минус, 7-я плюс. Для чего нам нужен этот резистор? Светодиод у нас рассчитан на питание 3 В. Здесь у нас на выходе получается 5 В. Ещё допряжение пробоя светодиода не достигнуто, но токи уже будут большие, если его подключить напрямую. Для того, чтобы уменьшить токи, чтобы светодиод не сгорел, я подключил резистор на 1,5 кОм. Здесь плюс, выход с ножки микроконтроллера. И здесь через резистор на минус. Здесь у нас также есть подтягивающий резистор, высокоомный, на 10 кОм. Он подключен одной ножкой к плюсу источника питания, а другой ножкой ко второй ножке микроконтроллера, порту D нулевому биту. Вот порт D нулевой бит, и он подключен одной ножкой к плюсу, одной ножкой сюда. Это так называемый подтягивающий резистор. Он нужен для того, чтобы микроконтроллер не ловил различные наводки, и не было ложного срабатывания. Вот ещё раз смотрим. Пока держим, светодиод светится. Отпускаем, светодиод газом. Вот такая простенькая программка. В программе Flowcode её написание занимает всего лишь несколько минут, и не требует особых знаний в программировании. На этом наше небольшое видео завершим. Я не знаю, что я делаю. Я делаю.